В Забайкальской столице открылась выставка крупнейшего монгольского художника-баталиста. Все подробности смотрите в программе «Середина земли». Обменялись знаниями. Очередная конференция с участием российских и монгольских медиков прошла в Улан-Удэ. Подробности смотрите в программе «Середина земли». В Ламбатаре открылась выставка «Кочевники великого простора» и «Шелковый путь». Здесь представлены более 200 артефактов. Итоги десятилетнего труда совместного археологического исследования. Подробности в «Середине земли». В эфире международный информационный выпуск «Середина земли». По традиции начнем с новостей Забайкальского края. О них вам расскажут корреспонденты из Читы. И я, Вера Асадулина. Здравствуйте. В музейно-выставочном центре Забайкальской столицы открылась совместная российско-монгольская выставка «Дань мира», посвященная 70-летию победы во Второй мировой войне. Центральное место в экспозиции занимают работы выдающегося монгольского художника. Чой Жил-Намсраин Батмунг – один из немногих монгольских мастеров-баталистов. Поэтому его нередко называют художником монгольской армии. Его акварельные работы посвящены первым годам молодой монгольской республики, а также боям на реке Халхингол и разгрому японской квантунской армии в ходе манжурской операции. Как считают исследователи, на выбор тему повлияло детство художника. Во время войны родители художников встретили советские войска, чтобы передать им продукты – молоко, чай, хлеб. Среди солдат был один, кто делал зарисовки монгольской природы и местных жителей. Его работы и заинтересовали пятилетнего мальчика. Годы юности также провел он в окружении советских солдат и их семей, расквартированных в Монголии. После окончания улан-баторской художественной школы перенимал опыт у московского академика Грекова. Среди 30 экспонируемых работ монгольского мастера большинство – это портреты. Именно через лица, особенно глаза военных, Батмух всегда старался передать это двоякое лицо войны. С одной стороны, весь ее ужас, но и все величие подвига советских и монгольских солдат. Присутствующие на открытии высокие гости из Монголии, а также губернатор Забайкальи отметили, что дружба наших народов закалена в горниле войны. Испытана она прочность десятилетиями мирного соседства. Антон Матушевский, Сергей Рычков, Середина Земли, Забайкальский край. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Я с вами прощаюсь и передаю слово моим коллегам. Здравствуйте, коллега! Международную программу Середины Земли продолжают новости Бурятии. В студии Дарья Белоусова. Сейчас я и мои коллеги расскажем о том, что произошло в нашем регионе. Тушим всей страной. В Бурятию прибыла очередная команда укротителей огня. Парашютисты-десантники из Якутии и Амурской области. Помощь пришла для тушения возгораний на землях заповедного Подлиморья. Таким образом, группировка лесного спецназа в республике достигла 900 человек. У нас до конца августа будет жаркая, сухая, ветреная погода, поэтому здесь все, кто находится, дополнительные силы, включая нашу забайкальскую авиабазу охраны лесов, они будут здесь находиться до полной ликвидации всех пожаров. Со мной вместе 25 человек. Мы, конечно, официально обученные парашютисты-десантники пожарные. Ну и, конечно, свой инвентарь мы с собой привезли. Это бензопилы, мотопомпы и другие пожарные средства, которые необходимы для тушения лесных пожаров. Ранее на подмогу лесникам Бурятии прибыли лесные пожарные из Красноярского, Забайкальского края, республики Хакасия, Москвы, Томска, Омска. На сегодня общая численность огнеборцев превышает 1800 человек. Под контролем оперативного штаба находится 36 возгораний на общей площади около 77 тысяч гектаров. Еще 9 очагов локализовано. В результате рейдов выявлено 1500 нарушений и правил пожарной безопасности. Обменялись знаниями. В Бурятию приехали ведущие медики из России и Монголии. Познавательный разговор длиной в два дня стал уже ежегодной традицией. Тема разговора – управление рисками в работе среднего медицинского персонала. Подробности в следующем материале. И они все смотрят опыт именно Бурятии. Это не просто слова. Медицинское обслуживание в республике действительно вышло на новый уровень. В качестве доказательства Бурятия, как место встречи медиков со всей России. Во-первых, мы хотели бы сегодня поделиться с тем направлением, которое сейчас есть для работы средних медицинских работников. Это новые инновационные технологии, которые сегодня мы внедряем. Это управление и менеджером, и качеством сегодня по средним медицинским работникам. Но и хотели вообще поднять сегодня престиж работы средних медицинских работников. Медики среднего звена – основные работники медучреждений. А как известно, основа должна быть прочной. Организаторы не скрывают – проблемы с персоналом есть. Главное – нехватка кадров. Изюминкой вечера стал забавный видеоролик о пользе мытья рук, снятый специально для конференции работниками клинической больницы имени Семашко. После бурного обсуждения заявленных тем делегация направилась в городской роддом. Там иногородние специалисты провели несколько мастер-классов. Правильное положение ребенка на спине с расправленной спинкой. Участники семинара довольны результатами. Очередная конференция состоится в следующем году. Знание правил дорожного движения, сцепка и буксировка вагонов. Вождение на время – это и многое другое в обязательном порядке должен уметь водитель трамвая. Сегодня в городском депо прошел заключительный этап конкурса «Мастер года». Подробности далее. Сначала теория, потом практика. Водитель трамвая должен знать абсолютно все. Даже то, из чего состоит многотонная машина. Ежегодный конкурс профессионального мастерства как раз призван проверить все умения и навыки тех, кто каждый день перевозит пассажиров. Целью конкурса профессионального мастерства водителей трамвая является повышение уровня профессиональной подготовки водителей трамвая, водительского мастерства, улучшение культуры обслуживания пассажиров, снижение аварийности. Конкурс состоит из 11 этапов. И все их участники должны выполнить безупречно. Например, проехать определенный участок ровно за 12 секунд. Каждая секунда в большую или меньшую сторону карается штрафными баллами. Лично я участвую только третий год в конкурсе. Очень нравится. Во-первых, это дает опыт. Ну, то есть потом на линии. Дает опыт большой в вождении. В прошлом году я была лучшей водителем трамвая. Я заняла первое место. Была награждена. Сегодня надеетесь на победу? Ой, надеюсь. Надежда всегда умирает последняя. Очень надеюсь. Я очень готовилась и очень старалась. Участие принимают около 40 водителей трамвая. Уже есть явные фавориты. Выбрать одного победителя будет сложно. Однако стоит отметить, что несмотря на такую усиленную подготовку, трамвайное депо испытывает дефицит в кадрах. Поэтому здесь двери открыты для всех желающих. В период из 19 по 29 августа в городе Улан-Батор проходит Всемирная Олимпиада по шахматам среди юношей до 16 лет. В церемонии открытия принял участие российский государственный деятель, первый президент Республики Калмыкия, президент Международной Шахматной Федерации Кирсан Илюмжинов. О подробностях турнира расскажет мой коллега из Монголии Монгбаяр Энгголд. Здравствуйте, коллега! В силу Олимпиаде участвует 150 спортсменов из 19 стран. Турниры будут проходить по стандартным шахматам в 10 туров. Всего заявлено 33 команды. Шахматную молодежную Олимпиаду Монголия принимает у себя впервые, что является отличным поводом для укрепления дружественных связей и улучшения имиджа страны. Призовой фонд составляет 25 миллионов тугриков. А теперь переходим к другим новостям Монголии. О них жителям Иркутской области готовы рассказать мои коллеги и я, Монгбаяр Энгголд. По мнению историков, на территории Монголии существовало две империи – Джуджан и Турецкая империя. В ходе раскопок, проводимых на монгольской территории, находят предметы быта и обихода, связанные только с Турецкой империей, из-за чего некоторые ученые придерживаются мнения, отрицая существование империи Джуджан. Однако при проводимых совместных раскопок Монгола-Китайской команды археологов-исследователей на территории Архангая-Эмака были найдены захоронения, связанные именно с империей Джуджан. По итогам 10 лет исследовательских работ в Национальном музее истории Монголии открылась выставка «Кочевники великого простора и шелковый путь», на которой представили артефакты, открывавшие новую страницу в истории. Подробности в нашем сюжете. Вы можете себе представить, что многие предметы, которые носят современные девушки в своих косметичках, использовали и древние народы. Предметы, которые были найдены, это в основном косметические принадлежности. Ими пользовались монгольские царицы за 700 лет до нашей эры. Научный работник Саран Билек, который приехал из внутренней Монголии, последние 10 лет вместе со своими монгольскими коллегами проводил раскопки. Год назад они нашли артефакты из захоронения, найденного на территории Сомона Угинур, Архангая и Мака. Самое главное, они стали первыми документами, которые подтверждают, что империя Жужан находилась на территории Монголии. Мы взяли образцы от найденных артефактов, в том числе человеческих костей и дерева, и направили на исследование в лабораторию Пекинского университета и лабораторию Немецкого университета. Там установили, что находки принадлежат ко времени V-IV века до нашей эры. Это как раз совпало с периодом империи Жужан. Это стало главным доказательством и большим открытием для нашей совместной команды. Это только часть раскопок, проводимых на протяжении последних 10 лет монгольскими и китайскими исследователями. В 2004 году стартовал проект по проведению раскопок и исследовательских работ древней кочевой цивилизации при сотрудничестве Международного исследовательского института по изучению кочевой цивилизации Монголии, Национального музея Монголии и Бюро культурного наследия внутренней Монголии совместно с Исследовательским институтом культурного наследия и археологии. В Ламбаторе состоялось открытие выставки «Кочевники великих просторов» и «Шелковый путь», которое стало итогом 10-летних археологических исследований. На ней было представлено более 200 находок. В церемонии открытия приняли участие замминистра образования, культуры и науки и представители посольства КНР в Монголии. В проектную команду с монгольской стороны вошли 6 человек. С китайской стороны в проекте участвовали 4 человека. Итоги исследования подвел руководитель проекта с монгольской стороны. Это захоронение принадлежит уйгурской знати. Мы смогли рассмотреть организацию и состав самих захоронений. Все это поможет узнать об особенностях архитектуры того периода. О культуре и быте. Кроме этого были найдены захоронения с времен империи Кидань и Сянби, которые ранее не находили на территории Монголии. Проектная команда исследовала ранее никому неизвестный так называемый квадратный археологический комплекс. При раскопке усыпальницы на стене сделанной в виде круга висела картина. На ней среди изображения восточного народа расположены цветы лотоса в различных цветовых вариациях – бордовый, розовый и черный. Другой интересный артефакт – это древнее царское украшение. Эти украшения, которые находятся позади меня, нашли на территории Самона Ходхон Архангая и Мака. Они относятся к XIII-XIV веку нашей эры. Это служило украшением шапок царских вельмож. Как отметили исследователи, это уникальное украшение. Очень тонкая работа и аналогов ей нет. В этот раз на выставке впервые посетители смогут увидеть экспонаты в 3D-изображении. Можно поближе рассмотреть мелкие и тончайшие узоры золотого украшения. Все, кто хочет познакомиться с богатой историей Монголии и попутешествовать во времени, приглашаем на выставку «Кочевники великих просторов. Шелковый путь». Выставка будет работать до 9 октября. Солонго. Отконбат. Середина земли. Монголия. Союз монгольской молодежи совместно с Корпорацией государственного жилья решила распределить 50 квартир в микрорайоне Буентуха-2 по цене ниже рыночной на основе конкурсного отбора для молодежи. Согласно этому, на прошлой неделе представители Союза монгольской молодежи подписали меморандум о сотрудничестве с Корпорацией государственного жилья. В жилых домах микрорайона Буентуха-2 в одном подъезде расположено 54 квартиры. 48 жилых домов микрорайона начали строиться с июня прошлого года. Хотя планировали 22 дома из общего количества сдать в конце октября этого года, было решено дополнительных сдать еще 8 домов. В рамках подписанного меморандума из запланированных для сдачи жилья домов на 1500 квартир в первую очередь 50 квартир будут выделены для молодежи. Квартиры, поставляемые на рынок жилья, не могут в полной мере обеспечить спрос на жилье. Поэтому мы хотим распределить определенное количество квот для молодежи, пенсионеров и для организаций. Ну а если спрос будет высокий, то проведем на конкурсной основе. Монгольский союз молодежи имеет филиалы в 21 Маймаке и 9 районах столицы. Как отметили, Союз монгольской молодежи также намерен распределить квартиры для тех, кто плодотворно и активно работает в Союзе, а также для тех, кто подал заявление для решения социальных вопросов. Конечно же указано в меморандуме, что молодежи, которая выполнила определенные условия и требования, мы с корпорацией государственного жилья распределим квартиры. В дальнейшем продолжается работа по обеспечению квартирами молодежи. Самое главное теперь дело за банками, которые должны смягчить предъявляемые требования. Поэтому, чтобы решить этот вопрос, корпорация государственного жилья направила в банки пожелания по данному вопросу. Если их пожелания будут приняты банками, то у многих появится возможность получить свое жилье. Это были новости Монголии. Благодарим за внимание и передаем слово нашим коллегам из Китая. Здравствуйте, коллеги. В студии Сиан-Джунань. В жаршем минуте мы расскажем о самых заметных и интересных событиях в Китае. Правительство Шэнь-Си отметили день рождения важного грузового маршрута. Два года назад из Сиане в страны Центральной Азии был запущен поезд Чан-Ань. Он соединил города вдоль шелкового пути и существенно облегчил логистику для китайских предприятий. Подробности далее. Крупнейший производитель тяжелой автомобильной техники компания Шэнь-Си собирает новую партию грузовиков для отправки в страны Центральной Азии. Уже более десяти лет предприятие экспортирует продукцию в Узбекистан, Таджикистан и Киргизстан. С запуском нового железнодорожного сообщения логистика значительно упростилась. Теперь товар попадает к заказчику через шесть дней, тогда как раньше время в пути составляло не меньше месяца. Раньше мы вынуждены были отправлять продукцию по частям. Сначала до приграничного перехода Алатау, а затем уже в города Казахстана и далее. Новый железнодорожный маршрут позволяет нам экономить до 30% стоимости грузоперевозки. Приграничный переход Алатау расположен на северо-западе Синьзянуйгурского автономного района и является своего рода воротами из Китая в Центральную Азию и далее в Европу. Грузовой поезд Чаньань из Сиане был запущен через этот переезд в конце 2013 года. Цель нового маршрута – увеличение товарооборота между странами экономического поезда Шелкового пути. Остальные поезда следуют Европу, в то время как назначение этого маршрута – Восточная Россия и Центральная Азия. Поезд отправляется по вторникам, четвергам и воскресеньям. Многие предприятия пользуются этим направлением. По оценкам экспертов, примерно 30% пользователей данного маршрута – предприятие провинции Шэньси. Остальные 70% приходится на прибрежный и северный Китай. Объемы поставок нефтяного оборудования и грузовой техники в год оцениваются примерно в 98 миллионов долларов США. Грузовой поезд Чаньань используют и более мелкие компании, которые занимаются перевозкой чая, отделочных материалов и бытовых приборов. Преимущество нового железнодорожного сообщения – низкая стоимость и быстрое таможенное оформление. Мы расширили наш сервис до 24 часов. Каждое заявление, которое мы получаем, обрабатываем не больше пяти минут. Осмотр занимает не более получаса. Чанань – древнее название Сианя. Город являлся отправной точкой Великого Шелкового пути. Маршрут пролегал через провинцию Шэньси, Ганьсю, Синьцзян, Центральную и Восточную Азию. И доходил до Средиземноморья. Сегодня Китай работает над возрождением древней дороги, привлекая инвестиции и развивая инфраструктуру. Создавая экономический поезд Шелкового пути, Китай сосредоточен не только на экономических аспектах, но и на дипломатических отношениях. Для этого власти страны используют национальные ресурсы, экономически развивают западные регионы Китая, а также содействуют интеграции и культурному обмену стран вдоль Шелкового пути. В перспективе запуск еще двух железнодорожных маршрутов – Сиань-Роттердам и Сиань-Москва. По мнению специалистов, прямое сообщение между этими городами еще больше укрепит связи между странами экономического поезда Шелкового пути. Юлия Куц, СиСи-ТВ. В Китае отметили праздник ЦиСи, или китайский день влюбленных. По лунному календарю он выпадает на седьмой день седьмого месяца. В праздник ЦиСи девушки традиционно вырезают фигурки из дынных корок и загадывают желание удачно выйти замуж. Подробнее о любовных ритуалах в материале далее. Наряжаются, поют и танцуют. Так девушки провинции Ганьцу отмечают праздник ЦиСи, или китайский день Святого Валентина. Каждый год в седьмой месяц седьмого месяца здесь отдают дань красивой легенде о любви пастуха Нюлана и богине Джиню. Сегодня задача девушек продемонстрировать таланты. Прежде всего, умение ткать и выступать на публике. Это шоу – результат творчества представительниц прекрасного пола города Луннань. Артисткам примерно по 16. По меркам династии Тан, куда уходит корнями праздник ЦиСи, самое время замуж. В день влюбленных китайцы украшают дома гирляндами и делают Нюлану и Джиню подношение. Из фруктов, цветов, чая и пудры. Традиционно в этот день девушки старались продемонстрировать талант кать. Один из важнейших женских навыков в древние времена. У всех этих творческих ритуалов один главный посыл – притянуть счастливое замужество, как в знаменитой легенде о пастухе и богине. Праздник ЦиСи в КНР еще принято называть ночью талантов. Ритуалы и традиции местного дня Святого Валентина входят в список национального нематериального культурного наследия Китая. У меня на этом все. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова